Наблюдать за разливом с высоты птичьего полета вовсе не то же самое, что на карте, пусть даже интерактивной. Половодье в Рязанской области, конечно, есть, но даже визуальную ситуацию спасатели оценивают с некоторой долей разочарования. По-настоящему большой вода так и не стала. И, наверное, уже не станет. Нотку досады добавили и метеорологи. Уровень воды в оке сегодня стал ниже на сантиметр. Ну, если честно, радует, что паводок такой есть. Может, АК очистится. Но он тоже не такой высокий. Если честно, ждали очень большего паводка, что будет в связи с тем, что снегопады очень хорошие в этом году были. Но, опять же, будем ждать. Там выше по течению у нас получается, когда Коломна откроет свои эти шлюзы, возможно, у нас еще поднимется вода. А вот где вода точно сегодня необходима, так это в Спасском районе. Пол травы здесь уже грозит плавно перейти в лесной пожар. В иллюминатор отчетливо видно, куда ведет огонь роза ветров. В сторону села Ярустово. В воздухе отчетливо пахнет тревогой. Впрочем, на земле ее тоже чувствуют. Помощь будет. На данном очаге в настоящий момент работает три единицы техники. Одна инженерная техника, трактор и две единицы пожарной техники. После этого наплета было принято решение увеличить группировку в связи с тем, что достаточно обширный фронт. Количество таких пожаров ежедневно увеличивается в геометрической прогрессии. Буквально три дня назад количество загораний сухой травы было в районе 50-60 случаев. Вчера таких загораний было уже более 150. И сегодня, несмотря на то, что световой день еще в разгаре выведен, то есть еще не вечер, их уже более 200. И, конечно, все они – это дело рук человека. Пожарные уже перешли на усиленный режим. В бой брошены резервные караулы. Но реагировать на сообщения в соцсетях они просто не успевают. Именно к таким пионерам и обращен призыв спасателей. К сожалению, люди не всегда своевременно сообщают о таких пожарах. Неоднократно выявляли факты в социальных сетях, где люди такие пожары снимают, выкладывают видео. На вопросы журналистов, чтобы прокомментировать данные ситуации, мы, к сожалению, выясняем, что на эти загорания никто пожарных не вызывал. То есть люди сфотографировались, выложили видео, а чтобы вызвать пожарных, к сожалению, очень многие забывают. Такая забывчивость обычно стоит очень дорого. И к моменту приезда боевых расчетов ветер может разогнать огонь до угрожающих масштабов. За село Ярустово после усиления противопожарной опеки, скорее всего, беспокоиться уже не стоит. Существование остальных в период лесных пожаров сегодня точно зависит от общественной коммуникации. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».